Ситуация в Казахстане постепенно стабилизируется, в стране восстанавливаются транспортные сообщения и работа медицинских учреждений. При этом в Алматы продолжается антитеррористическая операция, в центре слышна стрельба. В городе закрылись почти все продовольственные магазины, из-за чего сложилась критическая ситуация с продуктами. Накануне СМИ сообщили о создании антитеррористического штаба в Алматинской области. Полиция Алматы задержала две группы вооруженных людей. Известно, что мародеры убили в городе Сакена Битаева, популярного режиссера и музыканта. Кроме этого, МВД Казахстана опубликовало список сотрудников полиции, погибших во время беспорядков. По данным ведомства, скончались 18 силовиков. Накануне стало известно, что президент Казахстана Касым Жамарт Такаев представит кандидатуру нового премьер-министра 11 января. По словам главы государства, миротворцы ОДКБ останутся в стране на короткий срок. Он подчеркнул, что некоторые из напавших террористов говорили не на казахском языке. По утверждению Такаева, на Алматы было совершено как минимум шесть волн атак. Ранее президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по боевикам на поражение без предупреждения. «Никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать», — написал Такаев в Твиттер. О готовности оказать помощь Казахстану при соответствующем запросе компетентного органа заявил Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры ШОС. В республике возобновили грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки. С 8 января планируется восстановление полетов через аэропорт Актау. При этом воздушная гавань Алматы не будет работать до 9 января. Медучреждения в Казахстане открыты с 8,00 до 20,00. В выходные дни в поликлиниках и больницах действует дежурный режим, сообщили СМИ, между тем в стране начали расследование в отношении 180 розничных реализаторов жиженного нефтяного газа, которых подозревают в сговоре. В МВД Казахстана отметили, что в полицию в ходе протестов доставили более 4 тысяч человек. Среди задержанных есть граждане соседнего государства. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что террористы в республике могут совершать провокации в форме силовиков.